Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пимненко. И сегодня у нас семейный дуэт. Мы рады приветствовать здесь, у нас в студии, программы Анну Фомину. Это победитель конкурса «Онлайн. Мир без границ» заняла первое место, которая привела к нам в студию маму Оксану Фомину, члена сообщества «Биберецкая особенная мама». Здравствуйте! Здравствуйте! Аня, скажите, а вы переживали, когда конкурс-то был? Да, немножко переживала, но я и сейчас волнуюсь. А что вы сейчас волнуетесь? А много участников было? Ну, было много. Много, да? Вы стихотворения там читали? Да, я не первый раз. Так, ну мы сейчас всё узнаем, сейчас всё узнаем. У нас есть продюсер, да? Мама же как продюсер выступает. Вот, Анна нам доложила сегодня во время подготовки к эфиру, что совсем скоро, да, 6 лет исполнится. Вот, да, или уже 7? Да, скоро исполнится 7. Скоро исполнится 7. Скажите, что это был за конкурс? Потому что, я так понимаю, совсем свежее событие, более-менее. Конкурс проводится с 2016 года. Участвует... Сейчас он получил уже статус международного, потому что принимали участие не только города России, но и зарубежные страны. Масштабное такое действие, и там разные номинации. Это и художественное творчество, и стихотворение, и музыкальное. То есть, можно выбрать любое направление, а можно даже в нескольких. Во всех можно участвовать, да, проявлять таланты, показывать. Проводится среди детей-инвалидов. Хорошо. И вы приняли такое решение. Аня, вы сами выбрали стихотворение или мама посоветовала? Мама выбрала. Мама выбрала, да? Почему мама выбрала стихотворение? Мы принимали участие в прошлом году в этом конкурсе, тоже читали стихотворение. Ну, немножечко не попали в тему, но её заметили, сказали, что читает она хорошо. Поэтому в этот раз мы решили, что мы стали старше. Прибавился ещё один год, поэтому нам нужно какое-то более масштабное такое стихотворение про народы России. И выбирали, выбирали, и мама, да, выбрала такое, не короткое. Ну и первое место. Сколько принимало участие людей, детей в этом, именно в стихотворном конкурсе? Не знаю точное количество. Он был разбит на категории 5-7 лет. А, ещё по возрасту, да? Да, по возрасту, да. А, вы в первой категории? Ну, в первой, да, 5-7 лет. Ань, скажите, пожалуйста, а вот вы когда стишок учили, это вообще тяжело учить стихи? Столько слов? Вот мне вот это длинное стихотворение было тяжело учить. Я забывала каждую строчку, но когда я начала читать в фестивале, то я не забывала, но немножко забилась в последней строчке. Прямо начало последней строчки, я немножко задумалась и начала читать. Оксана, вот тут такой интересный вопрос возникает. Я помню, что к стихам, ну, до поры до времени, пока я начал учиться в театральном институте, относился так, вот, как, наверное, все дети, что учить стихи – это так сложно. Действительно, первую строчку запоминаешь, да, Аня, а потом она откуда-то вылетает. Вот, а как вот получается выучить такой большой текст? Какая-то специальная программа или это такое предрасположение у Ани, хорошая память? У Ани замечательная память, потому что она запоминает такие моменты, вот где-то мы были даже проездом, она начинает вспоминать, а здесь было то, а здесь было то. Даже когда она была маленькой три года, она с этих пор что-то помнит, что мы уже не помним. Поэтому, конечно, я вот и приняла это решение, чтобы она выучила гораздо длиннее стих. И, да, у Ани есть такой момент, что каждое вот выученное произведение, она все время дома на репетиции, она забывает. Но когда выходит… Вдруг раз? Да, и вдруг она без запинки, без остановки все прекрасно воспроизводит. Ну, прямо как вот настоящий артист, тем более, что сейчас очень популярный текст, текстовый, скажем так, вариант, вот, когда опять появляется такая вот даже профессия, чтец, да, которая на какое-то время исчезла, а сейчас эта профессия появилась, когда мы видим массу людей, причем не только поэтов, да, которые как бы читают стихи и не всегда хорошо поэты, ну, как кажется зрителям, а есть именно люди, которые специализируются на этой теме. И вот даже прозвучало слово репетиция. Ань, а как вы репетировали стихи? Вы по строчке их учили перед зеркалом или как? Ну, нет. Я учила в гостиной с своей мамой. Она сидела за своим компьютерным столом и через строчку из компьютера проговаривала мне ту строчку, которую я забывала. Ага. А потом вы собирали эти строчки все вместе? Вот, когда я начинала выступать уже, я собирала эти строчки вместе и уже произвела их в полное стихотворение. И ни разу не остановилась? Вот молодец какой. Ну, немножко задумалась на последнем слове. Прямо начало последней строчки, немножко задумалась и начала читать. Ну, там, может быть, надо было сделать паузу такую, чтобы, да, последнее слово сказать. Оксана, а вот как вы считаете, мы много уже говорили на тему Люберецкой особенной мамы с коллегами, которые тут тоже приходили. Вот эти фестивали, они что дают, скажем, детям и что дают родителям? Конкурсы, фестивали, вот вообще такой вот выход в открытый пространство, пускай даже в онлайн-варианте. Сначала проходит конкурс онлайн, а потом вот был масштабный фестиваль, который здесь был в Триумфе проходил, в Люберцах, да. И это, конечно, возможность детям проявить себя, а родителям не замыкаться в своей домашней атмосфере, своим особенным ребенком, а возможность выйти на публику и показать, что эти дети, они тоже талантливые, они тоже могут проявить себя, у них масса всяких плюсов. Поэтому они знакомятся, они общаются, эти дети. Общаемся мы мамы, это нам очень важно, потому что в четырех стенах ничего не проявится, ничего не покажешь, только себе, своим домашним. А вот как вы пришли в особенную маму? Как этот путь начинался? Я познакомилась на массаже, мы водили детей, у нас есть в сообществе, Ирина Наумова, и она свою дочку водила на массаж. Там мы познакомились, и, конечно, мы стали наблюдать друг за другом в соцсетях, и там я увидела интересные фотографии. Все время ребенок чем-то занят, такие красивые, яркие. Я у нее спросила, а что это, где это вы, а как? И она мне дала телефон нашей Татьяны Орловой. Мы с ней познакомились, я пришла, мы стали... Начали свое путешествие в Люберецкую особенную маму с победителя в конкурсе открыток на 8 марта. Да вы что, да? Аня, а что за открытка-то была? Открытка? Ну, мы с мамой делали открытку такую. На обычный картон коричневый мы наклеили малиновую цветную бумагу. Потом мама вырезала цветочки, и я вот листочки цветочки клеила друг к другу, и получают цветы. И мы их наклеили на розовую картонку, потом мы сделали степельки. Целая композиция у вас получилась. И потом еще я наклеила стразики, а мама сделала восьмерочку. Прямо этот кабан, как и кибана целая получилась, можно сказать. Ну, почти, да. Молодец. Маленький бутетик, красные и желтые цветы. И победила, да, эта открытка? Это была первая ваша... Это прям первая победа, первое знакомство с Люберецкой особенной мамой. И мы познакомились с девочками, которые отличаются огромным позитивом. Никто ни разу в сообществе никогда не пожаловался на эту жизнь, что так тяжело. Но только это осталось там, вот в четырех стенах, в которых мы каждая по отдельности сидели, а вместе мы команда... Совсем другая жизнь. Да, мы об этом говорили. И во второй части мы еще коснемся этого вопроса. Ну, хорошо. Давайте продолжим вот эту концертно-фестивальную историю. Значит, открытка. То есть уже путь творческий, можно сказать, вырисовывается. А что было потом? В чем еще участвовали? Мы принимали участие... Так. Даже не знаете уже, с чего начать-то, да? Во многих я так понимаю. Вообще у нас Аня проявляется в творчестве. То есть она поет, она рисует, она вот читает произведения. То есть все, что касается творчества, это ее. А в кого же она пошла? У вас кто-то поет? Я не очень сильно пою, но у меня музыкальное образование. И, скорее всего, это больше в меня. Сейчас Аня ручку тянет. Да, Аня. Вот я... Вот я вот очень люблю всякие произведения. И я выучила две песни. Я была на музыкальном вокале, я выучила две песни. Вот одну и другую. Другая, ну вот одна про девочку, которая поет про елочку, а другая про мишку, которая не спит. То есть вы не только стихи читаете, но вы еще и поете. Да. Я пела это, чтобы... Ну, я пела песню про елочку, потому что я хотела в музыкальную школу. Еще вот я очень любила вот эту песню. Она называется «Умка». Там мишка-умка. Вот я люблю этот мультик, но там еще уже появились новые серии, там уже что-то новое такое, что-то такое современное уже. Будем... Тогда будете что-то новое бить. Что-то такое... Что-то такое современное началось там. Понятно. Что-то такое современное я увидела по телевизору. Прям увидела какую-то картинку и попросила папу включить. И смотрела прям до ночи. Вот ночью. Пришла и начала смотреть. Вот молодец какой. Ну, видно, что, да, человек интересуется этим. Оксана, скажите, а как вот участвуют, как собирают участников? Ну, понятно, что, наверное, много всяких организаций в стране существует. Ну, от частных до каких-то, может быть, около- или государственных. Плюс вы говорите, что это уже международный уровень. У нас вся наша история, она начинается, конечно, с Люберецкой особенной мамы. Потому что мы вступили и сразу наши двигатели Татьяна Орлова и Мария Булаевская заработали. Да, и они в основном нам анонсы конкурсов предлагают. Ну, плюс, конечно, мои родные подключаются. Вот бабушка попросила нас прислать ей рисунок, который тоже победил в конкурсе безопасности глазами детей. А вот еще, да, мы участвовали в конкурсе чтецов среди... Давайте вот сейчас мы о конкурсе чтецов во второй части начнем говорить. Сейчас сделаем небольшую паузу. Напомню, что это программа «Открытый диалог». У нас в гостях Оксана Фомина, активный член сообщества Люберецкая особенная мама, и Анна Фомина, дочка Оксаны, которая, собственно говоря, у нас все время что-то выигрывает. На этот раз совсем недавно она стала победителем онлайн-конкурса «Мир без границ» со стихотворением, как мы выяснили, с большим стихотворением, которое она выучила благодаря себе, прежде всего, и своей маме. Сделаем небольшую паузу и вернемся в студию. Напомню, что это программа «Открытый диалог». У нас в гостях Оксана Фомина, член сообщества Люберецкая особенная мама, и Анна Фомина, дочка Оксаны, дочь Оксаны. Я так понимаю, первое место как чтец заработала, да? Потом мы выяснили про вашу открытку, которую 8 марта делали. А что там бабушке вы нарисовали? Вот рассказала себе. Бабушке? Да. Я нарисовала, как уточка переходит дорогу на зеленый свет по переходу. Правильно. Сейчас много таких случаев, когда работники ГИБДД останавливают движение, утки часто стали дорогу переходить. Поэтому это такое актуальное рисование. Утка без утят. А, сама одна утка? Она, видно, пошла за утятами. Где-то утят спрятала, пошла туда, наверное, их искать. Оксана, ну вот скажите, то, на чём мы остановились. Вот как, собственно говоря, этот конкурс по поводу чтецов? Мы, вот опять-таки, девочки наши из сообщества, мамы, сбросили, значит, информацию по поводу конкурса чтецов. Я подумала, что это конкурс среди наших детей с особенностью развития, и мы решили принять участие. Но когда мы приехали на этот конкурс, он проходил в ДК Томилина, оказалось, что это обычные дети из детских садов и школ, тоже разные возрастные категории, которые принимают сегодня вот участие в конкурсе. Сначала как-то немножко было страшно, а потом, ну мы же тоже дети, и мы тоже имеем право, поэтому мы приняли участие и получили степень лауреата третьей степени. Ну, прекрасно. Да, за вот конкурс посвящен был годовщине Великой Отечественной войне. Я так понимаю, что у вас как-то, наверное, по-особенному график выстроен, то есть есть место для творчества? Нет, творчество происходит дома, в основном, с выходом на площадки, когда вот конкурс, Ну, то есть нет такого, что ты сейчас должна сесть, будем писать, рисовать, есть, да? Да, есть. Потому что я вижу, что Аня ребенок увлекающийся, да? Да. Вот. Любит, наверное, мультфильмы смотреть всякие, да? Да, я очень обожаю мультфильмы. Ну, вообще, я на даче, мне... Я ходила к окулисту до того, как ехать на дачу, и мне говорили смотреть 30 часов, а я до ночи вообще просматриваю. Можно 30 часов смотреть? 30 минут. А, 30 минут. 30 минут – это хорошо, это замечательно. Ну, я до ночи просматриваю. У вас такие красивые карие глаза, и у меня карие глаза, мы с вами каригласки. Просто я люблю очень мультики, и не могу остановиться. Понятно. А вы рисовали когда-нибудь мультяшных героев? Я... Есть у вас любимый герой? Я рисовала. Кто? Я рисовала письмо фиксиком, нарисовала Нолика и шпулю. Но они не пришли, только были серые винтики под письмом. Ага, понятно. Ну, еще придут. Надо дождаться, еще придут, все будет хорошо. Оксана, скажите, пожалуйста, вот вы сказали, что это сообщество существует, оно уже в хорошем смысле укоренилось, да? Я уверен, что поначалу мы встречались и с основателями. Вначале все это казалось, ну, таким немножечко. Вот мы попробуем. Потом заявили о себе. На сегодняшний день помогает кто-то вашему обществу? Как относится общественность к вообще, к вашему, ну, фактически, движению такому? Я думаю, что наше сообщество уже вышло на достаточно высокий уровень, потому что нас замечают, нас видят, мы выходим в город, мы проводим мероприятия, к нам подключаются депутаты местные, и не только, нас поддерживают, поэтому уже развитие такое уже прошло. Все эти этапы, и сейчас мы уже можем прям, мне кажется, громко заявлять о себе. Ну, я так понимаю, что у вас уже такое сообщество крепкое, людей, которых, ну, даже психика, наверное, у мам выстроена по-другому, да? То есть вы такие люди, сильная женщина, да? Понятно, что все равно наступает время, когда хочется немножко погрустить, но некогда, потому что дела. Вот я хочу, чтобы вы сейчас сказали тем, кто, может быть, столкнулся, даже, ну, гораздо проще ситуация, вот просто вот некому сказать, не с кем пообщаться, что нужно сделать женщине, например, чтобы вырваться из этих четырех стен, как вы говорите, потому что вы не первая говорите эту фразу про четыре стены. Дело все в том, что я и сама оказалась в этих четырех стенах, и именно вот я искала такое сообщество, в котором именно будут проходить мероприятия, где мы будем общаться и встречаться. Не то, что помощь адресная, там, например... Ну, не плакаться, а именно делом заниматься. Нет, нет, заниматься делом, да, не плакать, а именно вот то, чем интересно. То есть девочки в нашем сообществе нашли кто-то себя, кто-то делает поделки, кто-то занимается шитьем. То есть много увлечений. Наши проекты, вот «Корона Виктория» тоже известный уже проект, к нему подключилось много городов. То есть это место, где можно себя проявить. Не просто прийти, получить помощь, ну, например, в виде гуманитарной какой-то помощи. Здесь не про это, а здесь эмоциональная помощь, которая может быть даже на шаг... Ее не заменеешь. Да, важнее, чем, да, гуманитарная, потому что это вот новый глоток воздуха, глоток свежей воды. И я, как и Аня, конечно, вот она от меня такая творческая, не могла сидеть в этих вот четырех стенах. Я представляю себя, конечно. Вот это замечательно, и, наверное, надо, если кто-то сейчас вот смотрит нас или, может быть, в записи посмотрит в интернете, важно понять, что все время сидеть и думать, это такой, ну, нехороший такой подход. Надо все-таки вырываться из этой ситуации. Почему? Потому что жизнь так устроена, что, ну, правда говоря, черная и белая полоса, раскрашиваем мы их сами, по большому счету. А как дружат дети? Дети дружат замечательно. Дети раскрываются. Дети, например, посещают библиотеку, там тоже проходят мероприятия, они общаются. Они, некоторые, которые даже вот не говорили, проявляют свои эмоции глазами, жестами. Они становятся живыми, конечно. Потому что мы же влияем на них, мы раскрываемся мамы, мы даем это ребенку. Этмосфера расслабления. Да, конечно. А у вас есть подружки-то? Да, у меня есть. Семилетняя Аиша. Может, к вам приходила ее мама. Ага. Вот видите, уже знает, Аня, кто к нам приходил. Так, Вика. А еще у меня... У меня вообще много друзей. Много друзей. Еще вот этот вот маленький Глеб. Маленький Глеб тоже нравится. Ну, видите, как здорово. У него еще девочка-подружка, он всегда с ней водится. Вот видите, как она родилась. Она ростом с него. Да, маленький. Вы уже выше, да, ростом? Да, я выше с них. Понятно. Ну, вот видите, сразу понятно, ребенок же, он же всегда правду говорит. Оксана, какие планы? И у мамы Люберецкой особенно, и вот у вас персонально, может, в каком-то новом конкурсе? Конечно, мы готовы ко всем конкурсам. Как только что-то объявят, конечно, мы будем принимать участие. Мы поступаем в музыкальную школу в этом году. Школу пока мы немножко отложим на годик, а музыкальную мы поступаем на флейту. Ух ты, на флейту? Там, может быть, еще какие-то таланты откроются. А это мама хочет на флейту? Нет, я хочу. Вы хотите на флейту? Я сама выбрала. А почему флейта? Потому что флейта, она красиво играет. Я очень обожаю флейту. Я ее не видела, но мы уже купили флейту на елке желаний. Я очень обожаю флейту. Она такая нежная, что просто как облако. Ух ты, как здорово, прям как красиво. Но научитесь играть на флейте, приходите к нам, сыграйте здесь. Хорошо? Хорошо. Договорились. Так, значит, идете в музыкальную школу. Дальше. А что вот вообще в обществе, я имею в виду, в вашей организации? Сейчас лето, я так понимаю, небольшая все-таки такая. Пауза или что-то будет? Нет, не пауза. У нас планируются экскурсии. Мы должны в ближайшее время посетить и Москву, и Подмосковье хотим съездить. Наши организаторы работают нон-стоп. А куда поедете, пока еще разрабатываются? Пока собираемся, ближайшая поездка. Ой, там красиво. Там хорошо. А потом, может быть, в Коломну. В Коломну. В Коломну еще красиво. И там хорошо, и там хорошо. Вот. Ну и мы двигаемся к финалу. Скажите, а вот эти стихотворения, вообще это же, наверное, такой смелый поступок, потому что, ну, одно дело выучить стихотворение и в семье его рассказывать. Ну, все мы на табуретках стихотворение рассказывали, наверное. Вот. А другое дело, когда это ответственное выступление, а когда тебя все видят, да. Как вы поняли, что получится, что выучат, что запомнят? Ну, во-первых, я Аню называю «Моя душа». Я ее так чувствую. И так как мне тоже приходилось выступать в музыкальном школе, в училище я училась, всегда я на сцене, поэтому я чувствую, как она это чувствует. То есть, мне кажется, дома на табуретке страшнее. Тут оценивает мама, тут все строго. А на публике там... Свободнее, да? Как-то... Нет, волнительно. Она очень волновалась. Я это прям чувствовала. И я тоже вместе с ней. Но на публике... А что делать надо? Поэтому на публике как-то даже свободнее. Ань, вы что-то хотели добавить? Вот у меня есть один страх. Вот я очень боюсь спокойной ночи малышей. Я их посмотрела один раз. Где? Но я вот смотрела уже постоянно, когда увидела в первый раз их. И что-то не пошло. Не понравилось. Я смотрела, смотрела, смотрела. Потом папа включил один раз, хотел проверить, начались они или нет. А там были полустиленьки. Вот я их именно боюсь. Понятно. И я завизжала. А мама сказала, если я еще раз увидю, что ты смотришь, то тоже будут вещать. И я перестала их смотреть. То есть одинаковая душа у вас. Скажите, про стихотворение. А вы можете нам 4 строчки прочитать какого-нибудь стихотворения? 4 строчки какого-нибудь стихотворения? А какого именно? Ну, какой вам хочется? Просто вот начало, первые 4 строчки. Жил на белом свете человек. Я уже не помню, конечно. Ну, давай, который ты на фестиваль читала. Сколько нас нерусских в России И татарских, и иных кровей Именно носящих не простые, Но простых российских сыновей Любим мы края свои родные И вовек, ни завтра, ни сейчас Отделить нельзя нас от России Родина немыслима без нас Вот молодец, просто прекрасно Аплодисменты, я думаю, сейчас все аплодируют Слушайте, но я считаю, что Они не только читают Одно дело читать стихи Она их проживает Прямо делает Этому учат в театральном институте Молодец Прямо видно, что достойно Получила первыми Всех обыграла и выиграла Ну и в финале нашей программы Как вы считаете Ну, уже сколько лет существует примерно Люберецкая мама? Десять лет, наверное, уже есть, да? Нет, недолго Больше двух лет Хорошо Но я так понимаю, что уже можно подводить Какие-то промежуточные итоги Насколько работает эта система Эта схема вот такого Жизнеутверждающего, что ли, подхода Наше сообщество является частью Ассоциации родителей детей-инвалидов Подмосковья То есть это такой уже масштабный Бренд, что называется Да, это уже бренд И вот, глядя на фестиваль Вот мы второй раз приезжаем В прошлом году было в Одинцово В этом году у нас в Люберцах И мы приезжаем Это же какое громадное действие Это же стадион людей Из разных городов А теперь уже и стран То есть, ну, это просто масштаб Удовольствие Это удовольствие большое Аня, мы заканчиваем программу Мы вас поздравляем Вот Да Ну, вот видите, как хорошо Вот я люблю Степашку Он просто миленький И у меня получается его немножко озвучить Ну, вот видите Как Степашка бы сказал Спокойной ночи? Ну, он бы Нет, вот мне нравится Как он говорит вот так Держим ушки на макушке Он вот так говорит Его слово Он меня просто вдохновляет Он такой нежный Просто прелесть Ну, вот мы тоже держим ушки на макушке Спасибо, что к нам пришли Мы желаем вам удачи Новых успехов А программа будет длинная или нет? Уже все Мы заканчиваем Уже все Вам всего хорошего Ждем от вас новых побед Оксана, вам большое спасибо И всем вашим коллегам Напомню, что это была программа Открытый диалог У нас здесь в студии были Оксана Фомина Член сообщества Люберецкая особенная мама Вместе со своей дочкой Победителем многих Хотел сказать соревнований Многих конкурсов, фестивалей Анной Фоминой Ну, и последний самый такой конкурс Запоминающийся Онлайн-конкурс Мир без границ Стихотворение Фрагмент которого Аня нам подарила сегодня Спасибо вам большое Это была программа Открытый диалог Всего доброго До свидания Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин